Снегопады усилят загруженность дорог. По прогнозам синоптиков, москвичей ждет снежная зима. В ближайшую неделю, как обещают в гидромедцентре, снега в столице не будет, но коммунальные службы уже заявили о готовности к зимнему сезону. Везде имеются списки как первоочередных объектов противогололедной обработки, так и первоочередных объектов вывоза снега. Существуют маршрутные графики на прометание и обработку. В арсенале коммунальщиков 8 тысяч единиц снегоуборочной техники. Во время сильных снегопадов задействовать ее будут в полном объеме, что не может не отразиться на дорожной ситуации в городе. Когда обирается проезжая часть, снег сразу вывести невозможно, он куда-то сдвигается к обочине, тем самым уменьшая общую ширину проезжей части. Особенно это актуально для мест, где проезжая часть и так заужена, где проводятся работы. Процедура вывоза снега длится до трех суток. Но первая техника выходит на магистрали еще до наступления снегопада. Обрабатывают дороги противолюдными реагентами. Их в этом году закуплено более 500 тысяч тонн. В основном это хлористые соли, натрий, кальций, природные соли, которые добываются в карьерах, обрабатываются, смешиваются. И этот состав используется для обработки дороги. Власти подчеркивают, вместе со снегом в город придут и новые пробки. Особенно тяжелая ситуация на дорогах ожидается к концу декабря. Начиная где-то с 25 декабря, постоянно, я повторюсь, года в год, это начинается массовая миграция внутри самого города, внутри Москвы. Подарочные маршруты, перевозка подарков и вручение подарков. К сожалению, на этот момент как раз приходится у нас и снегопады. Избежать предновогодних пробок можно, если выбирать для праздничных покупок и поздравлений правильное время – с 10 до 2 часов дня. Также эксперты советуют внимательно изучать прогноз перед поездкой, а во время сильных снегопадов пользоваться общественным транспортом. Субтитры создавал DimaTorzok